Спасибо большое за ответ. У нас есть еще телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Я диализный больной. Как мне полезно ходить в баню, в сауну, пропариваться веником? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Гемодиализ, серьезное заболевание почек. Очень полезно. Серьезное. Был санаторий Байрам-Али в свое время, то есть в Советском Союзе. Там очень сухо и жарко. И почечники катались туда, снижая показатели на одну стадию назад. То есть уровень креотинина снижался достаточно серьезно. В принципе, баня в данном случае, да. Какой? Давайте тогда, знаете, конкретика. Ну, опять-таки, либо команда, либо русская. Вот где-то вот здесь. Потому что сам по себе потогонный эффект, потовая железа, это дублер почки, которая может разгрузить на время почку. Важно просто, ну, это опять-таки вкладывать в систему. Ну, человек наверняка питается нормально, ведет нормальный образ жизни, потеряв достаточно серьезно свои почки. Ну, вот в данном случае это прекрасно. Как часто можно это делать? Вот в данной ситуации. Как бы вы часто рекомендовали? Как долго должна длиться процедура? Ну, вот час, два, три. Один раз зайти в парилку? Два, три раза? Да. Я бы советовал в данном случае один раз. Просто самое эффективное парение, оно первое. Но тогда можно в баню заходить два-три раза в неделю. В неделю? Да. Тогда можно буквально через день. И в этом случае, ну, человек будет получать больше результат, потому что все-таки у него эффективное очищение крови идет там два-три раза в неделю. И остальное время он может подчищать свою кровь. И белковые токсины все-таки, они меньше будут болтаться по организму, ему просто будет легче. Спасибо большое за ответ. У нас есть еще телефонный звонок.